Баскетболисты Самары домашний матч против московской команды МБА начали уверенно. Повели в счете 11-6, но у гостей хорошо получались дальние броски, а потому они не только не позволили оторваться в Олжаном счете, но и вышли вперед к концу первой четверти. Самарцы также отвечали дальними атаками и помешали гостям завладеть большим преимуществом. Играли тяжело, приходим в себя, пытаемся найти игровой ритм, но еще раз повторяю, что игр мало, много времени мы тренируемся, видимо, ребята все-таки подсели где-то, потеряли, может быть, какую-то мотивацию. Во второй четверти погони за столичными гостями продолжилось, но игроки МБА всякий раз находили в себе силы противостоять самарцам и держали хозяев на расстоянии одного-двух точных бросков. За счет желания агрессии у нас нужно только агрессивно играть, с такой опытной командой, с сильными исполнителями, нужным каждый момент. Выиграю момент, выиграешь игру. Мы какие-то моменты выигрывали, но последние проиграли, поэтому так получилось. После перерыва затяжная погоня завершилась. Под конец третьей четверти самарцы все же вышли вперед, а затем начались качели. Команды поочередно забивали, что привело к равному счету в середине заключительного периода. Любой соперник, кто приезжает в Самару, он играет с двойной отдачей, с двойной силой. И так как мы идем сейчас, понятно, что мы лидеры, все это понимают. Все хотят нас выиграть, все хотят себя показать как индивидуально, так и команды. В концовке самарцы сделали решающий рывок и создали себе комфортное преимущество в шесть очков. Москвичи смогли лишь сократить эту разницу до одного очка за минуту до конца матча. Победную точку поставил Артем Бутянков, с которой реализовал два штрафных броска. Итог 77-75 – победа Самары. Сегодня на площадке была команда, и именно команда одержала победу. Конечно, при поддержке наших замечательных самарских зрителей. Команда их радует, команда отдает все силы, и поэтому болельщики всегда с командой. После победы самарцы продолжают без поражений возглавлять турнирную таблицу Российской Суперлиги. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.